Здесь бесчисленное количество ночных клубов, баров, ресторанов. Развиты в городе все виды пляжных развлечений, от серфинга до дайвинга, до парусного спорта. Мимо каких курортов Аргентины нельзя проехать? Бойна здесь. Меня зовут Татя, и я рассказываю о переезде в Аргентину и о жизни там коротко и по делу. Вместе со своей командой Говалатина я помогаю мигрировать в Аргентину и получить там гражданство. А также организую путешествия по всей Латинской Америке. С какой бы целью вы не приехали в Аргентину, вам наверняка захочется вырваться из мегаполиса и понежиться на пляже, либо покататься на горных лыжах. Вместе с турагентством Фон Сан я помогу вам организовать именно ту поездку, о которой вы мечтаете. Мы подобрали для вас самые невероятные маршруты. У нас надежные партнеры с многолетним опытом и русскоговорящими гидами. Вся информация есть на сайте, ссылка есть в описании. С рекламой все, и теперь давайте все-таки разберемся, мимо каких курортов Аргентины нельзя проехать. Первое – Мара Дель Класса. Я уже рассказывала о нем во многих видео, где речь шла я о городах Аргентины в том числе. Постараюсь расставить акценты, что в городе примечательно именно для туристов. Ну, во-первых, это же, конечно же, Атлантический океан. Вода прогревается до 25 градусов. Во-вторых, температура воздуха в высокий сезон среднее значение – 27 градусов, что более чем комфортно для курортного города. Пляжей в городе и его окрестностях достаточно много хватает и благоустроенных, и диких малолюдных. Например, Уайкики Бич и Плая Сирена. В целом, у Мара Дель Платы репутация не только главного курорта страны, но и, пожалуй, основного тусовочного места в Аргентине. Здесь бесчисленное количество ночных клубов, баров, ресторанов. Разумеется, благодаря этому в Мара Дель Плату приезжает огромное количество молодежи. Кстати, здесь прекрасные отели. Даже недорогие трехзвездочные гостиницы в Мара Дель Плате достаточно хорошие. Да что говорить, здесь даже в казино сходить можно. Между прочим, город еще известен интересными музеями. Например, здесь есть музей подводных сил и палеонтологический музей естествознаний имени Лоренци Скаль. Конечно же, нельзя обделить вниманием и аквапарк в Мара Дель Плате, особенно если у вас есть дети. Он называется Аквасоль, и в нем 18 бассейнов. Один из бассейнов славится своими огромными искусственными волнами. Дети обычно пищат от восторга. Постоянных жителей в городе не более 600 тысяч. А вот в высокий сезон иногда в Мара Дель Плату приезжает до 6 миллионов человек. Так что тихого удинения отдыха здесь точно не получится. Мирамар. Это курорт не такой молодежный, как предыдущий. Кстати, расстояние от Мара Дель Платы до Мирамара всего 42 километра. Так что часть отпуска можно провести в одном городе, а часть можно провести в другом городе. Мирамар – любимое место аргентинских рыбаков. Обычная картина здесь в специально оборудованном месте. Помать какого-нибудь морского обитателя и приготовить барбекю. Чаще всего уезжают за 10 километров от Мирамара в лагону Ля Больнера. Сюда привозят людей на катере и даже устраивают соревнования. В заливе можно поймать белого леща, аргентинского сибаса, анчосов и так далее. Мирамар окружен своими хвойными лесами. Так что если у вас или вашего ребенка есть аллергия, астма или гайморит, этот отдых, несомненно, пойдет вам на пользу. Местный воздух считается целительным. В окрестностях Мирамары расположен национальный парк Парке Далёс Патрикос. Там растут древние деревья, а на озере в парке можно покататься на лодке. Пляжей в Мирамаре, естественно, тоже много, как и гостиниц на любой вкус. Цены на них почти не отличаются от цен в отеле в Мардель Плате. Никача. Чуть дальше от Мардель Плате, в 120 километрах, на запад расположен город Никача. Это настоящий город-пляж. Береговая линия составляет 74 километра. Пляжная полоса еще очень широкая, примерно 200 метров. Город, однако, знаменит не только своей близостью к океану, но и рекой Кен-Кен-Гранде, которая делит его пополам. Вернее, даже не самой рекой, а подвесным мостом через нее. Это одно из любимых в городе мест для селфи. В Никача многие снимают не номер в отеле, хотя их тут предостаточно, а дома, или если вы едете большой семьей, или компанией, или просто любите единение, то это ваш вариант. Букинг предлагает множество таких лотов. Развиты в городе все виды пляжных развлечений, от серфинга до дайвинга, до парусного спорта. Воздух также солнечный и полезный. А если вам надоест все, что связано с пляжным отдыхом, то в разгар сезона вам предложат и культурные развлечения. В январе проходит фестиваль детских спектаклей и фестиваль культуры иммигрантов. Аргентина – большая страна, и здесь можно отдыхать не только на океанском побережье. Зимние виды спорта также обожают аргентинцы и туристы. Практически все горнолыжные курорты страны очень хорошо оснащены. Барилучи подходит для тех, кто привык к самому лучшему. Этот дорогой патоконический курорт расположен на высоте тысячи метров над уровнем моря. Здесь построили 47 прекрасных трасс. Самая длинная трасса – 9 километров. Спортивный комплекс Серо-катедрали признан лучшим в Южной Америке. 40 разных подъемников, много снежных пушек, развитая инфраструктура. Большинство трасс в Барилучи подойдет тем, кто уверенно стоит на лыжах и сноуборде. Но есть и несколько трасс и для начинающих. Сделали здесь очень сложный участок, на котором есть смысл кататься только тем, кто достиг высокого уровня во владения горными лыжами. Естественно, можно воспользоваться и помощью профессионального инструктора. Несколько другая атмосфера на курорте Лас-Леньяс. Он находится ближе к Мендосе. Расстояние примерно 400 километров. Жить придется у подножий склонов. Если хочется чего-то сверхнеобычного, то на вернетолете вас могут закинуть и на нетронутые склоны. Высота курорта колеблется от 2 до почти 4 тысяч метров. Общая протяженность трассы насчитывает 7 километров. Предусмотрены участки для спортсменов всех уровней, от начинающих и до уже продвинутых. Можно заниматься даже слаломом и фристайлом. Предусмотрена и возможность даже ночного катания. А вот курорт Лахоэ самый старый в Аргентине. Менее шикарный, чем два предыдущих. Он находится в 10 километрах от города Эскель. И в первой половине 20 века желающие отдохнуть на курорте добирались туда на лошадях. Сейчас, конечно же, все изменилось. Но чем неизменно радует Лахоэ, там цены ниже, чем на предыдущих двух курортах. Именно поэтому в Лахоэ очень любят ездить молодежь. Длина трасс 22 километра. Есть здесь и школа, где обучают кататься на сноуборде и горных лыжах. Кстати, от Буэнос-Ареса до Лахоэ ехать всего 2-3 часа. Так что это отличная возможность отдохнуть на горнолыжном курорте, не уезжая далеко от столицы. Кроме того, Аргентина знаменита своими горячими источниками. И это объясняется тем, что там довольно много вулканов. Соответственно, и спа-отели хоть отбавляй. Где в любой сезон можно поплавать в теплой, а то и горячей целебной воде. Причем не всегда за этим придется ехать достаточно далеко от столицы. Немало термальных центров провинции Энтер-Риус. Она неподалеку от Буэнос-Ареса. Эти места находятся над подземным морем Горани. В общем, открывайте гугл-карты и выбирайте на свой вкус спа-отели. Ну или просто гостиницу неподалеку от источников. Конечно же, я рассказала вам далеко не обо всех местах в Аргентине, где можно отдохнуть. Но мы можем это обсудить отдельно. Если вы давно хотели посетить Латинскую Америку, пишите мне в Телеграм. Вся информация есть в описании к этому видео. Напоминаю, что у меня есть замечательная команда GoLatina. Мы занимаемся сопровождением родов в Аргентину, а также занимаемся реалокацией в Аргентину. Помимо этого, организуем туры по всей Латинской Америке. Вся информация есть на моем сайте. Ссылка есть в описании к этому видео. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылка тоже есть в описании к этому видео. На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, жмите колокольчик. Пока, если друзьям. Чао-чао. До следующих видео.